Привет! С вами Тимур Асланов и видеоуроки по связям с общественностью. Сегодняшняя наша тема «5 вопросов для собеседования с кандидатом на должность пиар-менеджера». Найти хорошего пиарщика в команду – задача не самая простая. Потенциальных кандидатов на рынке огромное количество. Если вы даете объявление о вакансии пиарщика, вам в почту начинает валиться мощный поток резюме соискателей. Но далеко не каждый из них способен решать ваши задачи и обладает нужными компетенциями. Вы приглашаете их на собеседование, они произносят пламенные речи о том, как любят профессию и готовы горы свернуть, чтобы доказать вам, что достойны, но на собеседовании, как говорил доктор Хаус, все врут. Как же выловить среди вранья важные сигналы о нужных качествах кандидата? Об этом мы поговорим. Задача работы дателя или рекрутера во время такой беседы – сбивать кандидата с толку, путать его и выявлять, где ложь, а где правда, и среди правды находить нужные элементы для оценки. Главный инструмент для решения этой задачи – вопросы. Простые, сложные, каверзные, провокационные вопросы-ловушки и так далее. У каждого, кто занимается наймом и проводит собеседование, должен быть целый арсенал таких вопросов, и в ситуации конкретной беседы он должен вынимать из рукава нужный комплект из полного набора. Какие, например, это могут быть вопросы, если мы выбираем пиарщика? Безусловно, важно проверить набор знаний кандидата по профессии, но это далеко не все. Нам необходимо понять, как мыслит потенциальный сотрудник и как он ориентируется в информационном пространстве. Предлагаю вам пять вопросов в вашу копилку. Вопрос первый. Что вас отличает от других кандидатов? В чем ваша ценность как пиарщика? Берем сразу быка за рога. Как продажник должен уметь себя хорошо продать на собеседовании, так и пиарщик должен уметь себя отлично презентовать, потому что это важнейшая компетенция. Как он будет презентовать вас, ваш продукт или ваши идеи, если не в состоянии ярко и цепляюще рассказать о себе? Ведь себя он знает прекрасно, а ваш товар ему еще предстоит изучать и изучать. Пусть опишет себя так, чтобы вам захотелось немедленно дать работу именно ему. А иначе его тексты и речи про ваш продукт будут такими же унылыми и безликими. Вопрос второй. Кто такой Велсаком? Чем занимается Юрий Дудь? Кто ведет дневник Хача? Настоящий пиарщик должен быть в курсе всего, что происходит в медиаполе, даже если сам он не интересуется какими-то темами. YouTube на сегодня самый мощный тренд, и любой, кто работает с распространением информации и продвижением продуктов и идей, должен знать, что происходит. Если кандидат отвечает, что не знает, потому что на прошлой работе это было не нужно, но обязательно разберется, как только выйдет на работу к вам, гоните его в шею. Пиарщик, который не в курсе, плохой пиарщик. Он проспит все на свете. Пиарщик – не реактивная, а проактивная профессия. Проактивность – это не тушить пожары, а предотвращать. Быть всегда на несколько шагов впереди. Вопрос третий. В каких социальных сетях вы лучше всего ориентируетесь и где у вас больше всего подписчиков? Современный пиарщик с неактивными аккаунтами в социальных сетях – это нонсенс. Сапожник без сапог. Роль соцсетей на сегодняшний день переоценить сложно. Если пиарщик говорит, что не развивает свои аккаунты, потому что не считает это важным, я думаю о нем, что он или лентяй, или недальновидный человек. И даже если мы допустим, что он не ведет личные аккаунты по какой-то очень важной причине, то он хотя бы должен вести служебные страницы, группы или сообщества и знать, как устроены современные соцсети и что в них делать пиарщику. Иначе он не стоит вашего внимания. Даже если свои аккаунты вести некогда, а рабочие были не нужны на прошлом месте работы, тот, кто хочет развиваться и повышать свою стоимость на рынке, должен сам найти возможность прокачать свои навыки в определенной сфере. Завтра про вас напишут гадости в соцсетях, а он вместо того, чтобы грамотно отработать негатив, засядет за учебники или попросит вас оплатить ему тренинг? Вопрос четвертый. Как я смогу оценить эффективность вашей работы? Вопрос на засыпку. Оценка эффективности пиара тема сложная. Однозначных критериев нет. Не всегда можно подойти с линейкой и померить. Но есть несколько приблизительных критериев, пригодных в той или иной ситуации. Знает ли о них кандидат? Или будет рассказывать вам о том, что его задача повышать узнаваемость бренда, но как ее оценить, он затрудняется сказать. Догадается ли он хотя бы задать встречный вопрос о том, какие именно задачи ему предстоит решать и как вы планируете оценивать степень их выполнения? Вопрос пятый. Какая область пиара вам наиболее интересна? Самый глупый ответ. Мне интересно все. Это говорит о том, что у кандидата нет глубокой компетенции ни в чем. Он везде специалист по чуть-чуть. Хороший профессионал все делает хорошо, но что-то особенно замечательно. Кому-то лучше удаются тексты, кому-то строить отношения с прессой, кто-то мастерски отрабатывает кризисные ситуации, кто-то бог соцсетей. Пиарщик без специализации лично у меня вызывает сомнения. Ну и если у него такой специализации нет, то пусть проявит смекалку и подаст себя выгодным образом. Пусть сообразит, к чему я задаю такой вопрос и придумает, как красиво вывернуться. Он ведь пиарщик. Иногда задав только эти пять вопросов, вы сможете сразу составить себе впечатление о человеке. Иногда потребуется спросить еще о чем-то. Помните, главное, верить на слово никому нельзя. Проверяйте и перепроверяйте слова кандидата, путайте его, ловите на противоречиях. Тогда есть шанс разглядеть некое подобие истины. На этом на сегодня все. Если вам нравятся мои видео-уроки по связям с общественностью, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, что вы о них думаете. С вами был Тимур Асланов. Пока!